Привокзальную площадь станции Расторгуева теперь просто не узнать. Асфальтовое покрытие, современные лавочки, красивые фонари, тротуары. И как будто так было всегда. В чем здесь было уже? Как что? Во-первых, недороги, палатка на палатке. И вообще, ну, как бомжатник. Прекрасно, что убрали, во-первых, многие киоски. Они совершенно здесь и портили вид, и иногда не проверялись, что тут продается, как продается. Это все, может быть, даже и опасно. Я коренной житель города Видное. В общем-то, с рождения здесь. Хочу сказать, на самом деле, огромное спасибо администрации нашей. Потому что тот ужас, который здесь был, пьянь постоянно, постоянно какие-то драки. Здесь опасно было ходить, не было света. Я сам регулярно спотыкался, вот-вот, пожалуйста, ходил много раз в магазин, еще маленький. Сейчас фонари красиво сделали. В апреле текущего года началась реализация масштабного проекта по благоустройству Расторгуевской площади, в ходе которого были заменены уже существующие тротуары, устроены новые пешеходные дорожки, установлены элементы освещения, как мы можем видеть, торшерного типа на территориях сквера. Помимо этого, также было полностью заменено асфальтовое покрытие от улицы Булатниковской до выезда с автобусной станции. Работы были произведены за счет средств городского поселения, также при материальном участии предпринимателей города, за что им огромное спасибо. Завершились работы и по реконструкции Белокаменного шоссе. Они были приурочены к 50-летию Видного. И думается, это был хороший подарок жителям. Теперь дорога, ведущая в город, широкая. Четыре полноценных полосы движения, новое асфальтовое покрытие, освещены и оборудованы пешеходные тротуары. В целях обеспечения безопасности дорожного движения была нанесена новая дорожная разметка, установлены дорожные знаки, а также были устроены мигающие пешеходные светофоры. Реконструкция Белокаменного шоссе была выполнена за счет средств городского бюджета при материальном участии предприятия «Гипсоветон» и «Мосмех». Дорожное хозяйство и города, и района очень большое. Еще многие дороги требуют или ремонтов, или полной замены покрытий. Хотелось бы проинформировать жителей Ленинского муниципального района о том, что в ближайшее время на официальном сайте районной администрации будет создан раздел дорожного хозяйства и транспорта, где каждый желающий может ознакомиться с ходом выполнения текущих ремонтных работ, а также с планом развития дорожно-транспортной системы на последующие годы.